В рамках праздника Севера в Петропавловске стартовал чемпионат по керлингу среди смешанных команд. Участие в нем принимают все районы области. К слову, эти соревнования также являются отборами в сборную региона, которая будет защищать честь Северного Казахстана на республиканской арене. Тему продолжит Илья Кудряков. Одними из первых на ледовой арене столкнулись команды из района имени Макжана Жумабаева и Мамлюского. К слову, жумабаевцы победители прошлого года. В каждой команде по четыре человека, две девушки и двое мужчин. Их задача доставить 20-килограммовый камень в центральный круг. Но это не просто, говорят спортсмены. Не рассчитал силу, он укатился дальше или вовсе остановился на полпути. Выбрал неправильную траекторию и камень уходит в аут. У нас команда сформировалась, как бы, вот я, допустим, в Дюшерса работаю, как бы, вот по спортивной части, постоянно выезжаю на спорт, эти спортивные соседания. Ну, в этом году только первый год. До этого я занималась раньше, конечно. Вот. Ну, остальные тоже ребята занимаются уже несколько лет. По спорту. Вот вся команда у нас так собралась. Они тоже спортсмены, тоже так же занимаются. Одна участница у нас с милицией, получается, она тоже у нас спортсменка. Постоянно участвует. Тут Юлия Волошина, она постоянно участвует в состязаниях. Как бы, занимает призовые места. Для кого-то это первые старты в их спортивных начинаниях, а кто-то выступает уже не первый раз. По словам организаторов турнира, с каждым годом кёрлинг набирает всё большую популярность. Если в 2015 году на первом чемпионате участвовало всего пять районов, то в этом все 13. Традиционно сильные команды у нас это Есильский район, Макжана-Жумабаева, Мамлютка. В течение последних 10 лет кёрлинг развивается в нашей области. Непосредственно принимаем участие в республиканских соревнованиях. Кубок Казахстана, молодёжные игры, спартакиада. В этом году наши девушки заняли третье место на молодёжных играх, которые проходили в городе Алма-Ате. В прошлом году мы становились чемпионами Казахстана, а также являемся призёрами спартакиада. Соревнования продлятся три дня. После их окончания судьи выберут лучших участников и организуют сборную команду, которая будет защищать честь нашего региона на республиканском первенстве. Илья Кудряков, Михаил Казначеев, Служба новостей.